Спустились мы к долине Нарзанов. Сейчас погуляемся по этому парку. Парку долина Нарзанов. Можно было подъехать сюда на машине. Но мы пошли пешком, чтобы прогуляться. Очень красивые виды панорамные. Такая река течет горная. Очень красиво. Просто потрясающе. Раньше вход был сюда бесплатный. Сейчас тут все облагородили и сделали вход платным. 100 рублей для человека вход. Раньше мы остановились вот здесь. Было вот этого старого замка. Здание стилизованного под старый замок. Сейчас, конечно, расширилась территория. Сейчас тут облагородилось. Построили какие-то новые домики. Здесь целый рынок. Торгуют, похоже, винами различными изделиями народного творчества. Здесь целый рынок. Кругом. Медоварня Гречушниковых, медовуха, печины, чебуреки, шашлыки. Еще и строятся, укрепляются склоны горы, строятся домики. Компоты, домашняя сметана, хлеб, чак-чак, большой выбор шашлыка, различные национальные блюда. И чебуреки, форель на углях готовят, которого можно хорошо покушать. Пойдем дальше туда, на природу. Цены, конечно, в этих кафешках вообще заоблачные. Ну, конечно, можно себе позволить, если бы мы были не голодные, вернее, если бы мы были голодные, мы бы, конечно, покушали. А так, тут на любой вкус есть блюда, которые можно заказать. И национальные, и традиционные. Ну, да, это стоянка. Можно было заехать на стоянку здесь, на парковку. Это все входит в эти 100 рублей. Бесплатные туалеты на территории. Несколько кафешек. Можно погулять по экотропе 3 километра. Но мы сегодня уже нагулялись. Пойдем к источникам. Так, Оль? Да. Да, здорово отстроили. Мы здесь были раньше. Здесь, конечно, все было дикое. Не было ни кафешек. Был абсолютно бесплатный вход. Можно было прийти, попить водички, посмотреть на эту красоту. Медовуха на пробу. Водителю нельзя. Не можно и попробовать медовуху. Меня муж командировал на пробу. Что мне понравится, то и будем брать. А можно попробовать с гвоздикой? Мед тройной с гвоздикой. А что стоит? Сколько стоит? В 4 года выдержки тысячу рублей бутылочкой. Это льва? Мед тройной. А что мне дают? Вишневый мед тройной. Вишневый мед тройной. Мед тройной малиновый. Мед тройной с гвоздикой. А я думал на колесах. А можно русский мед тройной попробовать? Что это за русский мед тройной? Пожалуйста. Хорошего вечера. Тройной. У нас же белого есть. Пожалуйста. Это что, вина? Это хмельные меда. Это на Руси то, что на пирах пили. Напитки больше для здоровья, чем когда... Это как бальжам. Надо пробовать. А можжавеллы можно? Конечно. Не пустил их. Чтобы было понимание, что это за напиток. Потому что на слова так не объясним. Ближе всего... Спасибо. Бальзамы будут? Бальзамы это бутылка на служебе. Девушки. 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 Молодцы. Молодцы. Не могу. Девушки. Девушки. Что он ближе к себе. Очень вкусные напитки. Мне очень понравился с можжевельником. Можжевеловый напиток. Такая классная башня. Музыка национальная. Сувенирная лавка. А вот здесь серебряный источник и нарзаны. Очень красиво все оборудовано. Стилизовано в национальном стиле. И все на берегу вот такой красивой горной реки. Музыка национальной. Вот такая вот здесь красота. Уже вечер. Прохладно. Людей не так много. Нарзанные ванны принимают, наверное, летом. Сейчас холодно. Есть даже раздевалка на территории. А вот эта река, Хасаут, в ней водится королевская форель. Но ловрый запрещен в этой реке. Ну, можно заказать рыбку готовую, зажаренную, на гриле, в кафе. 450 рублей штучка. А раньше здесь можно было рыбу ловить, говорят. Сейчас это экологический парк. Конечно же, рыбку не ловят. Будем дегустировать нарзаны. Нарзан номер 9 уже попробовали. А вот серебряный источник. Вода какая-то? Нет. Очень вкусно. Чувствую свинкой. Вкусный нарзан. Ну, почему? Это нарзан, серебряный источник. Каждая водичка отличается по вкусу. Насыщенная железом. Вон, какие камни. Просто рыжие. Потому что железо и его соли оседают. Вот это источник номер 8. Вкусный. Очень насыщенный. Вообще отличный нарзан. Очень вкусный. Вот источник номер 7. но он, наверное, не питьевой. Мошки. Вот так вот Лермонтов описывал описывал целебное свойство нарзана. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванной свежий, бодрый, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела. Михаил Юрьевич Лермонтов герой нашего времени 1840 год. Но я тоже почувствовала то же самое, что чувствовал Михаил Юрьевич Лермонтов, когда сегодня погрузилась в нарзанную ванну для лысо. А вот и памятник Михаила Юрьевича Лермонтова. Есть питьевые источники, такие как восьмой, серебряный. Есть, наверное, те, которые только для ванн. Источник номер восемь мне понравился больше всего. Здесь есть и вай-фай. Вот стоимость билета, который мы приобрели. Входит парковка, нарзанные ванны с раздевалкой в сезон, туалет с горячей водой, тропа для прогулок и вай-фай. Ну и дополнительные услуги. Это кафе, сувенирная лавка, уютные дома, детский аттракцион, баня дрова, беседки с мангалом. Так что попробовали мы нарзан номер девять, номер восемь и серебряный источник. вот нарзан номер восемь нам понравился больше всего. Чудесное место. Конечно, сюда нужно приезжать с утра, погулять целый день, выбрать хороший погожий денек и отдохнуть душой и телом на берегу вот этой чудесной реки. Люди гистируют нарзан. Вот такая красота. Сейчас уже начало шестого вечера, ну, довольно-таки прохладно в горах. И мы будем ехать домой. конечно, хорошее местечко, но пора уезжать. Здесь кругом таблички, в которых написано о свойствах целебного нарзана. И там чудесно вместе. река Хасаут начинает свой путь здесь, перед горьях северного прельба Усси, впадает в реку Малка и далее уходит по списке моря. Особенность реки Хасаут в ее родниковом происхождении. В этой реке Хасаут вводится царская форель. Она называется так, потому что очень чувствительна к чистой воде и в грязной воде она не выживает. Замечена в красную книгу природы. В Субтитры делал DimaTorzok Уставшие нагулялись, накупались и возвращаемся в санаторий Надеюсь, мы вернемся еще в чудесные места Вот это оказывается старый замок, а там башня, стилизованная под старину Насколько он старый, не знаю, нужно почитать в интернете В следующий раз, когда приедем, обязательно прогуляемся по этой тропе Обойдем все достопримечательности Сейчас уже поздно, к сожалению Субтитры делали Едем в сторону Пятигорска, через Кисловодск Пока гуляли, пока ездили в Джилысо, проголодались Если домашняя кухня, наша любимая, будет открыта сейчас Еще покушаем что-нибудь, например, шурпун И что интересно, до самой долины Нарзанов Вот стоят такие столбы с фонарями То есть, если будете ехать вечером, то дорога будет светлой И ехать легко Интересно, что коровы пасутся на таких крутых склонах Ну просто горные коровы Горных котлов-то мы знаем, что бывают такие Но тут еще и водятся горные коровы Ну машины стоят, наверное, работают Сейчас надо будет покушать что-нибудь жиденького, горяченького Одиннадцатый домик занят Но мы занимаем десятый домик Вот такой вот чудесный теплый домик Тоже с видом на горы Очень уютненько Сделали заказ Когда зазвонит этот брелок То мы пойдем заберем заказ Включили обогреватель Здесь очень тепло, уютно Вот такой вот вид из окошка на горы Там и виден большой кавказский хребет в снегах Уютный домик, украшенный цветочками Картинками Вот такая вкуснота Горячая шурпа Хычины с мясом С бараниной или говядиной Даже не знаю точно Домашняя сметанка Лавашек Ой, какая вкуснота Самое главное, что горяченько Мы так перемерзли, честно сказать Так что согреемся Умные Уходят с дороги И маленькие есть такие Совсем крахотульки Уходят с дороги Уходят с дороги